Ну, моральные утехи. Он должен получить кайф от этого. Когда меня выгнали в восьмом году с квартиры. Я сам все соберу, ничего не надо. Он проебался. Давайте бабки. Амфетамин, кокаин. Наркоман херячет на жигулях. У меня нету высшего образования. Тесленко не будет у тебя жизни. Никогда. И остается буквально несколько секунд. Ситуация один в один. Надо что-то делать хорошо. Отлично. Благи тиммейтам. Легенда киберспорта СЕС передает свой кулак из нового рекламного ролика Париматч в поддержку киберспорта. А еще ПМ разыгрывает целых 700 баксов на покупке в Стиме. Смотрите по ссылке в описании новый ролик. Там же есть условия розыгрыша. И передавайте своим друзьям лютейший кулак. От души в душу. Хороший вопрос. Такое откровенное что-то, да? Слушай, ну вариантов можно придумать массу, честно говоря. Ну, оральные утехи придумайте. Как вариант, допустим. Ну, как бы я не сталкивался с тем, что мне надо идти искать какие-то мемы, кульки какие-то, или перчатки, блядь, резать. Включить интернет, этот, гугл, там можно поискать. Там вариантов, я думаю, предложат. У тебя же по полу были? Ну, что-то я не припомню. Может, были когда-то давно. Когда были давно, честно, это было так, как все нормально, но я тоже, ну и все. Это работало вот в таком формате. На доверие. Когда постарше, уже всегда есть. Поэтому все хорошо. Доверие всегда обработалось? По-разному. Вообще не играл. Уже где-то месяца полтора не играл. Не было такого, что я сидел, смотрел на мышку, она у меня такая, типа, я такой, нет, не пойду. Такого не было. У меня дома классный комп, я все собрал. У меня все есть. Я могу постримить, сесть, могу записать какой-то видос. Просто должно быть вдохновение. Должен получить кайф от этого. Я через, не могу, наоборот, играть заставлялся некоторое время. У меня с некоторыми спонсорами по контракту, я должен в месяц играть, стримы какие-то делать. И я вот сейчас это перевожу больше на YouTube, чтобы на YouTube делать какой-то контент, потому что, ну, не вставляет. Я говорю, ребят, ну, не могу играть, не знаю, за 20 лет уже наигрался. Надеюсь, придет какой-то момент. Может, не играть. Ну, я смотрю Counter Strike очень много. Мне нравится смотреть, болеть, смотрю за Na'Vi. Есть интернет, есть сайты, где ты можешь зайти, посмотреть игроков, а не на виду, вот, на ладони. Есть разные какие-то лиги, платформы, где играют игроки. Игроков найти можно. Вопрос в том, какого уровня ты хочешь. Топовых игроков сейчас на рынке нет. Вот говорят, там, киберспорт, отмирает, Counter Strike там уходит. Но вот я, да, я пошел искать игроков неплохих, которые там, ну, в топ-40 мира могли бы быть. Вот в СНГ нету их. То есть это очень тяжело, они все на контрактах. Поэтому либо покупать, либо растить. Ну, я-то как-то не засекал никогда. Три, четыре, пять дней, может. Ну, это были ситуации, когда жил в компьютерном клубе, когда меня выгнали в восьмом году у нас там с квартиры из одного чудака. Ну, жили мы в Москве на заработках. Были, вот, играли. Ну, или улетели на чемпионаты, там чувака одного оставили. А он там еще дискотеку устроил. А хозяина не было там больше года. Он приехал, его соседей увидел, выгнал на всех. Причем взял в залог все наши вещи. Сказал, давайте бабки. По-моему, пять тысяч долларов тогда посчитал. Ну, разгром квартиры. Ну, я там, короче, потерпел окрушение небольшое. Началось из-за того, что квартиру мы сняли, нам помогли там ребята. И там не было мебели. Мы купили там с икеи кровати, там все дела. И приехал чувак, говорит, ну, давайте я вам все соберу там за дополнительные какие-то 2000 рублей. Ну, наш там друг со Ставрополя, Леша Колесников такой, я сам все соберу, ничего не надо. Потратили там, знаешь, там квартира стоила, по-моему, полторушка в месяц. То есть это 4500 мы отдали сразу. Мебели там на пару тысяч, ну, 2000 рублей, зажадничали. В итоге начал скручивать, закручивать, болта не нашел. Все это, короче, на балкон перенесли, одни матрасы кинули. Мы спали на матрасах в комнате. Так вот год. Все забили просто, хрен. Вот, это было, началось с этого. Но потом я пришел как-то в состоянии пограничном, как говорится. И что-то с утра у меня баня спал, что-то я не помню, начал готовить. И надел какие-то там картошку, я там делал, что-то морковку. Что-то нашел хочу в холодильнике. Все это в духовку. Я думаю, полежу, открываю, голосан, и все в дыму полностью. То есть мы реально могли умереть. Ну, Ваня, Ваня нас спас. Это вот мой тиммейт. Буди такой, Даня, Даня, блин. Ну, он успел. Ну, спалили, а вот эта вся гарь, ну, все село. Она прям, квартира пропиталась, ну, и так далее. Ванной разбили, умывальник, он большой такой, был советский. Ну, какие-то были подростки такие дебильноватые. У нас в головах только был Counter-Strike. И там, нам вообще, типа, нам спать где было вообще посрать. Ну, мы приходили там, что-то там в квартире, там, переночевали, что-то поели, там. Посмотрели какой-то фильм и все. Играть, играть, играть. У нас только в голове мы фанатиками были такими. Мне там надарили книг. Я вот ленюсь их постоянно. Ну, я себе заставляю, вот сейчас читаю этого «Черного лебедя». Сижу, мне очень тяжело дается. Но я каждый день вот так вот, у тебя зубы. Но не люблю я читать книги. Реально. Особенно какие-то вот такие сложные, да. Там, ну, там, маска я прочитал. Мне он залетел вообще отлично. Мне нравится, он современный, нравится, что он делает. Мне нравится, его много в Ютубе пересмотрел там, да, то есть легко. Но вот читать вот такое что-то сложное, что тебя не впирает, это как бы тяжело. Но, тем не менее, заставляю себя делать то, что не делал раньше. Потому что сейчас делаем несколько таких больших проектов. Мне почему-то кажется, что надо менять свое сознание, смотреть чуть-чуть с другого угла выше. Ну, вот «Лебедь» как раз посоветовали для этого. Ну, вот в Лас-Вегасе мы играли, я там, помню, пару тысяч долларов я потратил. О том, что отбил, ну, такие суммы, они относительно небольшие. У меня есть друзья, вот, близкие, которые делали ставки на матч. Вот один поставил 40 тысяч долларов. Причем это не миллионеры, там, ничего там больших денег нет. То есть у него был выбор, либо он сейчас выигрывает и квартиру себе покупает, либо он ебут. Он должен был выиграть, все было, уже вот так вот. Если сравнивать с футболом, там кто-то вел 3-1. Восьмидесятая минута, тогда команда идет 3-1, у тебя стоит 40 тысяч. У него в киберспорте так было, он проебался. Команда была уже ничья, она вела сильно. Потом допы, бац, трас, там был пиздец. Ну, такое было, такие есть. Я и об этом не знал, потому что от меня это скрывать, потому что я бы этого не дал сделать своему другу. Но я бы это узнал на следующий день уже от другого чувака, но там уже он был хотя бы в сознании. Потому что, говорят, в тот день ему было вообще беда, печаль. У меня нет высшего образования. Образование, оно должно иметь смысл. Вот это вот советское какое наших предков там, да, то что без образования, как человек вырастет человеком там, да, скажем так. То сейчас так это не работает. Сейчас вам нужно получать профессию, по которой вы будете работать. Круто, когда вы получаете профессию, по которой вы еще будете тащиться, от того, что вы будете получить удовольствие от этого процесса. А если для галочки образование не нужно, это мое мнение. Но учиться сто процентов. Слушай, у меня есть дочка, да, 9 лет. Мы с ней близко очень общаемся, очень близко дружим. Она учится в моей школе, где я учился. Недавно ходил там, встречался с классухой, и вот так вот время летит. Хотя в школе говорили там, «Тесленка, не будет у тебя жизни никогда!» А сейчас фоткаются со мной. Директор пригласил там, чтобы я выступил перед школьниками, гордятся от мной. Там жизнь как бы складывается по-разному, не решает это. А как преподавать это так, который ты под дверь насрал? Это было в другую школе. Это было в деревню. Посмотрят дети, думают, «А, вот так, значит, смотри, этот мох, а мы еще не можем!» Он насрал и чемпион, да? Не надо этого делать. В 10 класс я уже ходил просто по приколу. Вот так можно назвать. Дания ходил. Я не хотел уже учиться в школе, но при этом я не понимал, куда идти в какие-то там колледжи или ПТУ какой-то. Я не пошел учиться дальше. Нет. Так чуть-чуть пробовали, да. Было дело. Вот, кстати, на турнирах допинг-контроль есть. Травку не запрещают, то есть не проверяют. Да. Но травка тебе ничего не даст, по сути. То есть если ты потрапил, ну ты можешь снять, скажем так, напряжение, сесть, лайтово поиграть спокойно. Ну, чтобы оно тебе дало какой-то там… Наоборот, ты можешь запарануить в какой-то момент, загнаться там, где не надо, не понять вообще там, что происходит. Если говорить про ускоряющие вещества, там, фетамин, кокаин, я не знаю, к примеру, да, условно, если порассуждать, то у тебя сознание не будет работать. То есть ты можешь ускориться, да, условно, но ты не сможешь рационально общаться со своими тиммейтами, потому что ты будешь в каком-то своем мире находиться. Тебе будет шторбанить. Мне кажется, лучшая наркота – это твое сознание, чистейшая вообще воды и твоя собранность, концентрация, твой тонус жизни. Ты должен чувствовать себя охрененно. Вот это вот важно. Да, отличные перспективы. Украина считается точно не лидером, но в топ-тройке, топ-3, топ-4 стран Европы, которые по киберспорту развиваются. У нас очень все хорошо. Ну, у нас есть Na'Vi, у нас есть Parimatch, который очень хорошо, у нас есть StarLadder, у нас есть HellRaisers, если брать из таких. Просто немного подтягивались другие какие-то органы, но и, в принципе, у нас Na'Vi, конечно, это, безусловно, топ очень большой, важный. Ну, то есть, там, больше 10 миллионов по всему миру подписчиков, и это организация, которой мы гордимся, это вся страна. Na'Vi сегодня имеет по YouTube-показателям первое место в мире по просмотрам среди киберспортивных организаций. Ну, вот, выиграли мы Gambit'ом 500 тысяч долларов. Мы выиграли больше в 2017 году на команду. Лично твой? 70-80 тысяч. Плюс-минус. Да, это вот самое такое. В 33 года? Нет. Не вижу в этом какого-то азарта. Может быть, до 23 были, знаешь, когда вот там, сколько у тебя было, там, вот эти разговоры, там, знаешь, тогда, может, ты там в голове мог как-то почитать, здесь это, но у меня как-то, мне как-то всегда все равно было вообще, я не парился. Я живу, гуляю, как хочу. Живу на полную катушку. Да, ты думал себе, типа, сколько тебя еще, сколько нужно? Жить суждено. Каждый раз об этом думаю, мысли гоню прочь. Вот недавно поехал в больницу, я периодически езжу, вот эти органы я смотрел на УЗИ. Говорю, ну что там у меня с печенью, что там у меня с органами? Приговор, уже все, или еще поживешь? Ну пока вроде как бы, ну чуть-чуть уплотнена. Есть как бы частичные, то есть какие-то элементы, которые влияют? Реакция там. Наверное, самое главное, это ты, когда взрослеешь, у тебя вообще, в принципе, в голове меняются мировоззрения, сознание, ты становишься более таким спокойным. С одной стороны ответственным, с другой стороны ты не можешь уже сидеть, ну прикинь, ты должен сидеть там по 3-4 недели, подряд, тренироваться по 12 часов с командой, вот если ты приезжаешь на сборы, да, перед чемпионатом важным, и потом еще ты должен тренироваться дополнительно индивидуально, потому что твои тиммейты, они молодые, вот у нас было, мне было 30 лет на Ави, вот когда последние мы там пару лет играли, пацанам 20, то есть мы поиграли, там у нас график в 12 завтрак, в час у нас уже сбор, и в 11 мы освобождаемся. Вот они еще тренировались там до 3-х, я капитан, я должен своим примером показывать, что я тренируюсь как бы с ними, как бы когда был помоложе, я всегда показывал, тренировался дольше всех, чтобы они с меня брали пример, но когда это происходит вот в возрасте под 30-ку, то ты уже просто, ну как бы у тебя не хватает сил вообще, а если это ежедневно, плюс еще ты должен... И ты просто уже ненавидишь всех, тебе уже не важно, а тут еще тех, кого ты видишь каждый день, и они попадаются под руку, понимаете? И вот тут надо важно, очень большая работа проводится, псих... Да. 7 на 8. Не знаю, надо считать. 10 на 8, 80, минус 24, 80, 60, 56. Ах, господи. Короче, анекдот такой, идет, монашка переходит дорогу, и наркоман херячит на Жигулях. Ну, едет, едет, сбивает монашку, монашка отлетает, падает, теряет сознание, наркоман выбегает, смотрит, да не такой страшный Бэтмен. Подарки! Итак, ребята, мы разыграем книгу, вот, путь к победе, вопреки, это моя книга. Условия конкурса очень простые, вы должны просто написать под этим видео, какое-то стихотворение, или четверостишье, где будет Зевс и пицца, да, вот смесить, Зевс Чикаго, где был Зевс Чикаго, замутил Чикаго пицца, ну и там дальше уже этот, самое смешное, самое прикольное, интересное, реально креативное, мы выберем и подарим эту книжечку. Все очень просто, все очень легко, пишите, креативьте и ставьте лайки. Это был Даня с Зевс, такая, блин, откровенная беседа, сумасшедшие, крэйзи вопросы, ответы, но, надеюсь, вам понравилось, было прикольно, ловите пятерки. От души в душу!